Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Это девятый выпуск гениальных шашечных комбинаций. Сегодня мы с вами рассмотрим один из вариантов дебюта обратная городская партия, возникающий после ходов CB4, FE5, EF4. Ну и городская партия возникает после ходов GF6 и EF6, а после BA5 уже возникает обратная, отказанная обратная городская партия. Также можно играть BC5. Ну черные в этой позиции сыграли EF6. Белые играют BA5, черные играют BC5, BC3. Ну и в этой позиции правильно было играть FG5. Ну и например, в этой позиции можно сыграть CB4 и побить на F4 с примерно равной позиции. Можно даже вот таким образом разменяться. С примерно равной игрой. Ну в партии после BC3 черные ошиблись и сыграли CD4. Этот ход уже проигрывает. То есть видите, черные заняли пункт D4 уже в начале партии. Как правило, белым занимать пункт E5, а черным пункт D4 нельзя, так как эти шашки подвержены окружению. Ну и так и случилось. Белые играют AB2, не дают разменять шашку D4 и одновременно грозят напасть DE3. Черные нападают сами по этому FG5 и белые играют AB4. Точный ход. Бой-бой. Далее, GF6, ED2, FG5. Ну, кроме хода FG5 был возможен ход AB6, как, например, было в партии Сайдян-Яху 1972 года. И белые красиво выиграли. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти разгромную комбинацию за белых. Первый ход напрашивающийся, DE3. То есть, видите, черным остается только закрываться. BC5 другого нет, иначе мы выиграем две шашки. И белые проводят вот такой разгромный удар. CD2. Пропускаем черных в дамки. Бьем три шашки. Тут же ловим дамку черных. И побеждаем. Поэтому в партии черные напали FG5. И белые также закрываются и одновременно нападают на шашку D4. Ну и в партии Чулков-Кириллов 1972 года черные сыграли DC5. После этого хода белые красиво выиграли. Белые бьют B на D6. И черные играют CB6. Бой, бой. Теперь белые бьют на C5. Черные бьют на D4. Лучшего нет. И белые красиво выиграли. GH4. Ошеломляющий ход. Как видите, в любую сторону бить черным нельзя. Они проигрывают. Если они бьют одну шашку, тогда белые бьют на поле D2. И затем еще выигрывают шашку D4. Если же черные бьют, допустим, на поле C7, тогда аккуратно бьем на поле E5. И после перебоев остаемся с лишней шашкой. Поэтому в партии черные побили вот так. Три шашки. Ну, белые тут же ловят дамку черных и побеждают. Такой красивый финал. Еще был в этой позиции возможен после нападения DE3 ход GH4. Здесь черные оказывают более сильное сопротивление. Белые бьют две шашки. Черные бьют на D6. CD2. Ну, и здесь возможны два хода. HG7 и AB6. После AB6 белые также красиво выигрывают с помощью комбинации. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые играют Bc5. Обратите внимание, у нас лишняя шашка. Поэтому сюда бить нельзя. Потому что белые останутся с лишней шашкой. Видите. Поэтому черным надо бить на поле D4. Тогда белые играют CB4. Грозит нападение DE3. Поэтому приходится меняться CB6. Тогда белые проводят комбинацию с выигрышем. Bc3. Fe3. И B5. Белые бьют четыре шашки соперника. Затем выигрывают шашку G3 и остаются с лишней шашкой. Здесь у белых выигрыш. Так, разобрали ход AB6. Еще был возможен ход AG7 вместо AB6. Теперь играем DE3 и грозим напасть ED4. Поэтому черные играют GF6. Тогда мы играем BA3. Хода FG5 нет из-за удара. Вот такой необычный удар. Играем Bc5. И затем бьем назад. С выигрышем. За счет лишней шашки и рожна на поле B6. Поэтому приходится играть черным в этой позиции AB6. Тогда мы связываем силы черных. И черным остается играть только BA7. Ну и в партии Чулкова, в партии гроссмейстера Анатолия Чулкова случилось вот такое продолжение. Белые сыграли FE3 и затем Bc5. И соперник гроссмейстера Чулкова сдался. Действительно кажется, что у белых везде выиграно. Но давайте попробуем продолжить анализ. Если черные бьют на поле G3, как бить белым? Ну естественно, так бить уже плохо. Прошу прощения. Естественно, бить на F4 уже плохо. Потому что черные побьют таким образом и затем поставят дамку. И даже выиграют. Поэтому приходится в этой позиции после боя на G3 бить только на G5. И тогда все форсировано приходит к следующему варианту. Черные бьют три шашки. Белым надо побить на поле Е3. Другого нет. И черные играют Bc5. Тоже другого нет. Белые бьют на F4. Ну и кажется, у белых выигрыш. То есть после хода CD6, как бы белые не били, все сводится к следующему варианту. Например, сюда. Играют черные D7. И белые остаются с лишней шашкой. Кажется, что черным остается только сдаться. Тем более еще ход белых. Но как ни странно, выигрыша у белых нет. Например, сильнейший вариант такой. Ну, CD4 играть бесполезно. Видите, черные просто разменяются и проходят в дамки с ничей. Поэтому, если белые играют FG5, тогда черные играют DE5. Белые играют CB4. Надо закрываться ED6. И белые устремляются в дамки G6. Черные также идут в дамки ED4. Надо отходить EF4. И черные играют DE5. Размен. Ну, лучше побить в эту сторону. F на D6. Ну, и здесь возможны два варианта. Если белые откидывают шашку черных и идут в дамки. Тогда черные также откидывают шашки белых от похода в дамки. И тоже идут в дамки. И несмотря на лишнюю шашку, белые победить не могут. Ничья. Если же белые сразу же идут в дамки. То тут возможен такой вариант. Черные также идут в дамки. Ну, и в ответ на постановку дамки отдают шашку. Затем нападают на шашку белых. Надо отходить. Либо B5, либо Bc5. И черные занимают большую дорогу и достигают ничьей. Оказывается, в этой позиции, например, как было в партии Чулков-Каган 1969 года, черные могли достичь ничьей. То есть, друзья, если есть хотя бы минимальный шанс на ничью, всегда играйте до конца. А все-таки, друзья, в этой позиции у белых был выигрыш. То есть, нельзя было играть Fe3 и Bc5. Это ведет лишь к ничьей. А вот Bc5 в этой позиции выигрывал. Давайте рассмотрим такое окончание. Побили, побили. Ну, на Е1 ставить дамку бесполезно. Она будет быстро поймана. Поэтому черные ставят дамку на C1. Бой-бой. И здесь белым надо найти трудный ход. Дамкой надо сыграть на D6. Теперь у черных есть несколько продолжений. Ну, если они, допустим, играют B5, тогда нападаем на шашку F6. Приходится отходить. Ну, и мы играем дамкой на H8. Видите, черной дамке не пошевелится, потому что на единственный ход CD2 белые отдают две шашки и ловят. Дамку черных с выигрышем. Если же в этой позиции черные играют AB6, тогда меняемся Dc5 и бьем на C3. И снова черным не пошевелится. Остается только сдаться. То есть после хода на D6 у черных еще возможен ход CD2. Давайте рассмотрим его. Теперь белые нападают DE5. И видите, нельзя играть DE3. меняться, потому что белые побьют до конца, черные бьют и белые жертвуют дамку. Тут же ловят дамку черных и тут уже у белых здоровая лишняя шашка. Черные достичь ничьей не могут. Если же в этой позиции черные, допустим, отходят FG5, тогда белые делают снова точный ход. Игра дамкой на B8. Ну и у черных есть несколько продолжений, но все они ведут к поражению. Если черные нападают DE3, здесь у белых красивый выигрыш. Жертвуем шашку DC5 и нападаем на дамку черных. Черным остается только отходить дамкой на C1. Ну, мы тут же жертвуем свою дамку и ловим дамку черных с выигрышем. Видите, лишняя шашка здоровая. Если в этой позиции черные, допустим, играют дамкой на A5, здесь выигрывает комбинация. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Она не сложная, но довольно-таки интересная, необычная. Белая игра DC5, затем G4 и ловят дамку черных ходом AB4. Черные бьют и белые бьют. Ну, здесь тоже еще нужна определенная точность. На AB6 мы проводим удар. То есть неожиданно жертвуем дамку и выигрываем таким образом. Симпатично. А если черная игра, допустим, HG5, ну, здесь уже более простой выигрыш. DE3, размен. Видите, дамка держит эти две шашки, а эта шашка легко справляется с шашкой черных. Допустим, AB6, ED4, BA5, DC5. И черным здесь остается только сдаться. Здесь вот уже надо сдаваться, да. Тут шансов на ничью нет. Ну и последний вариант в этой позиции. Если черные играют BA5, тогда, ну, здесь простой выигрыш. Отдаем две шашки и ловим дамку черных с выигрышем. Следующий непростой дебют. AB4, BC5, BA5, CB4. Ну и в этой позиции белым лучше всего сыграть GH4. Видите, бесполезно нападать BA5, потому что черные сыграют DE5 и затем, допустим, разменяются вот таким образом с хорошей позицией. А если сыграть в этой позиции GH4, тут уже у белых довольно-таки ощутимое преимущество. Допустим, BA3 лучший ход. Белые играют HG3. FE5, EF4, GF6, DE3, AB6. Черные идут на самозажим, не боятся. Белые играют ED4, связывают центр черных и черным надо меняться. FG5, другого нет. Белые бьют D на F6, тоже другого нет. Ну и после всех разменов, видите, надо играть FE7 сперва, разок напасть, потому что DE5 проигрывает из-за несложного удара. Попробуйте найти удар самостоятельно. Ну, кто не видит удар, тогда покажу. Белые отдают одну шашку, затем вторую, затем третью и прорываются на преддамочное поле с выигрышем. Поэтому в этой позиции на разок напасть, FE7, ну и после же H4 бой-бой, здесь уже черные нападают, DE5. Позиция белых выглядит некрасиво, видите, у них застряла шашка A1, кроме того, по большой дороге находятся сразу же четыре шашки белых, то есть преимущество кажется, что у черных, но тем не менее, это не так. У белых позиция лучше. Они делают неожиданный ход CB4, и обратите внимание, что таким образом бить бесполезно, потому что белые останутся с лишней шашкой. Поэтому после CB4 приходится бить на G7, и тогда белые форсировано получат хорошую позицию. BC5, надо закрываться, BA7, и F2. Ну и далее все приходит к следующему продолжению. HG5, FG3, GF6, BC3, DE7, CB4. Ну и в партии Криворученко-Карельских 1995 года черные ошиблись. Они сыграли HG7, и после этого белые выиграли. Белые неожиданно играют CD6. Ну и в какую бы сторону черные не били, у них плохо. В партии черные выбрали наиболее лучший шанс. Ну естественно, видите, таким образом бить нельзя, потому что белые побьют много шашек черных. Сюда бить также нельзя, потому что белые сыграют GF4, и также побьют много шашек. Поэтому остается бить только таким образом. Когда белые прорываются на преддамочное поле, ну и черным лучше побить на А5. То есть в окончаниях партии лучше шашки располагать по бортам, когда у соперника есть уже дамки. Белые не торопятся в дамке, играют GF4. Черным приходится играть GF4. Ну и на постановку дамки CD8 черные сыграли AB6. То есть, видите, дамка белых ограничена, черные еще надеются на ничью. Далее в партии было AB2, и черные здесь окончательно ошиблись. они отдали шашку FG3 и сыграли GH6. И белые легко победили. BC3 HG5 FG3 BC5 ну и белые сыграли DC7 и черные сдались. В принципе, верное решение. Здесь шансов на ничью у черных нет. Оказывается, вот в этой позиции у черных все-таки была сумасшедшая компьютерная ничья. Давайте покажу ее. Потому что найти ее нереально. BC5 BC3 CB4 Ошеломляющее нападение, но тем не менее белым бесполезно играть GF2 видите, потому что черные просто могут напасть таким образом. но у белых нет хорошего темпа для того, чтобы выиграть. Вот так сходится все. Видите, закрываться бесполезно, потому что черные здесь могут отдать шашку вот таким образом. Так, подождите. А, можно даже таким образом отдать, наверное, да. То есть, как бы белые тут не играли, допустим, так, черные успевают прорваться в дамки с ничьей. Поэтому белым лучше всего сыграть CD4. Ну, кажется, все-таки у белых выигрыш. То есть, остается только жертвовать шашку черным и играть GH6, потому что грозил ход HG5. Тогда белые играют DC7 и на ход BC3 играют FE3. Да, черные прорываются на преддамочное поле CB2, но белые играют ED4 и как видите, жертвовать ED6 и DE5 бесполезно, это проигрывает. Ставить дамку тоже бесполезно. Белые сыграют на B8 и поймают дамку черных. Поэтому у черных единственный ход AB4. Белая игра дамкой на поле E5. Ну, кажется, все, черным уже можно не мучиться, можно сдаться. Вот здесь, друзья, можете поставить видео на паузу и попытаться найти очень трудную ничью за черных. Идет сумасшедшая жертва трех шашек и черные добиваются все-таки ничьей. Смотрите, HG5 побили, EF6 побили, GF4 побили и теперь черные ставят дамку. Видите, закрываться нельзя, потому что черные сыграли BC3. Здесь еще шансы у черных на победу даже. Поэтому белым остается только меняться вот таким образом. Ну, как ни странно, это ничейное окончание. Да, у белых здесь есть ловушки, но выигрыша нет. Давайте теперь рассмотрим, как все-таки в этой позиции правильно было играть черным. Вместо хода HG7 была более простая ничья. Надо было сыграть GH4 и белым лучше всего сыграть GF4. А на ход HG7 сделать ход FG5. То есть мы грозим сыграть GH6, поэтому черным надо самим нападать. А вот здесь мы снова играем CD6. Ну, у черных есть несколько продолжений на ничью. Наиболее интересное, мне кажется, вот такое все-таки. Бьем E на E3, белые бьют на предамочное поле, и черные остаются двумя шашками. Но, несмотря на это, еще тут черным надо играть осторожно. Белые ставят дамку, надо отходить, и белые играют дамкой на поле B4. Неожиданно выясняется, что ход HG3 практически проигрывает. Белые нападают, и затем играют EF2. Ну, и как бы черные не играли, они проигрывают. То есть на такой ход уже будет нападение отсюда, и на такой ход снова нападение. И черным здесь не сдобровать. Окончание плохое, проигранное. Если же черные играют, допустим, Bc5, тогда уже играем AB2. Ну, и на ход CD6 играем, допустим, вот таким образом. Ну, и снова у черных проблемы большие. Ладно, я от окончания сильно не анализировал, можете сами проанализировать, тут черным не сдобровать. То есть ход HG3 плохой, отмечу. Все-таки основная тема тут такая, черным не надо жадничать, надо пожертвовать шашку, у них ведь две лишние шашки, и вот это окончание уже ничейное. Черные проводят шашку H4 в дамке и добиваются ничьей. Ну, последняя комбинация на сегодня от ветерана Санкт-Петербурга шашиста Велимира Дерябина. Мы, кстати, с ним как-то играли на чемпионате России, в ничью сыграли, и потом еще блицевали с ним. Тоже, друзья, весь вечер перебивались, но в итоге сыграли, что называется, 50%, никто не смог победить. Вот такой интересный факт. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти разгромную комбинацию за белых. Белые начинают и выигрывают. Де3 бой. И белые бьют неожиданно назад. Черные бьют. И белые здесь делают тоже неожиданный ход GF4. Выясняется, что на поле G3 бесполезно, потому что белые отыгрывают шашку и затем грозят напасть на шашку черных C3 с поля D2 и выиграть эту позицию. Поэтому черным приходится в этой позиции бить на поле E3, а здесь белые уже проводят стандартный удар. Играют HG5, затем загоняют черных в данки и видите, следующим ходом черные обязаны бить шашку C5. Белые построили подударную цепь из шашек черных и затем видите, красиво выигрывают вот таким образом. Идея Велимира Дерябина. Друзья, если вам понравилось сегодняшнее видео, обязательно ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Как говорится, жадность фраера сгубила. Не жадитесь, подпишитесь. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. вверх. Спасибо.